В эфире Панорама. Главные новости Приморья в репортажах корреспондентов ОТВ в студии Владимир Клюшников. Здравствуйте в этом выпуске. Судьба авиадука, рухнувший воздушный переход, уже убрали с трассы. Что дальше? Дорожная карта. Подрядчик ЖСК «Остров» обязался до конца года подключить кооператив к сетям. С любовью из Кубы гуру латиноамериканского танца дал мастер-класс во Владивостоке. И на доске по волнам в Приморье прошли соревнования по вейксерфингу. Упавший накануне виадук стал причиной полной блокировки федеральной трассы А370 Хабаровск-Владивосток. Металлическую конструкцию с опор сбил неожиданно поднявшийся кузов грузовика. Водитель получил серьезные травмы, а автомобильное движение на этом участке дороги было закрыто несколько часов. Наши корреспонденты на месте выяснили подробности происшествия. На трассе в пригороде Владивостока, там где обрушился виадук, движение полностью восстановлено. Пролетное строение демонтировано, проезд свободен. Саму конструкцию балки разделили на четыре части и убрали с дороги. Позже фрагменты отвезут на производственную базу для восстановления. На сегодняшний день ведется оценка, то есть выехали специалисты Минтранса, мостового подразделения Примупор Автодора, которые оценят состояние конструкции, по крайней мере пока визуально. Потом, я думаю, что будет какое-то инструментальное обследование при необходимости. И принятие решения по, в первую очередь, возможности применения этих балок в дальнейшем. По результатам заключения, конечно, будет уже приниматься решение о дальнейшей судьбе, во-первых, о конструкции пролетного строения, которые на сегодняшний день там соскладированы. То есть мы либо везем их на базу и каким-то образом восстанавливаем, то есть после получения определенных рекомендаций. Ну, либо придется тогда заказывать изготовление нового пролетного строения и, соответственно, восстанавливать данный пешеходный переход. Жители окрестных районов обеспокоены тем, что пока нет привычного им способа перебраться через дорогу. Вот живу рядом здесь, в частном доме. Было очень удобно на ту сторону на остановку переходить. Сейчас придется вот под мостом, единственная пешеходка, и вот только сюда. Вот если об этом месте говорить, то тут ближайший переход под путепроводом есть, там наземный. Ну, а если вот такой же виадук, то только вот около километра в сторону спутника. Информации о том, будет ли переход на месте виадука, пока нет. Прокуратура Советского района Владивостока проводит проверку по факту ДТП. Сын водителя самосвала, из-за которого обрушился виадук, рассказал о том, что отец водитель с большим опытом. Кузов поднялся во время движения, предположительно из-за неисправности. Рычаг, по словам водителя, был опущен. Кабину самосвала после случившегося успели обокрасть. Пока лежал, дожидался скорую, залезли в кабину, украли кошелек с документами, с всей ерундой. Спасибо вам, добрые люди, что пошли в ситуацию. Тут и так, у человека горя еще и помогли. Сам водитель с тяжелыми травмами находится сейчас в тысячекоечной больнице. Ирина Трофимова, Арина Дутова, Павел Михайлов, Екатерина Таланова. Панорама. Губернатор Приморья Олег Кожемяков встретился с пайщиками ЖСК «Остров». На встрече в администрации Владивостока также присутствовали представители подрядчика, профильных ведомств, правительство края и руководство кооператива. На собрании утвердили дорожную карту, которая предусматривает подключение домов к инженерным сетям и укладки асфальта в поселке в текущем году. Это означает, что генподрядчик до конца года должен подключить дома к инженерным сетям, а также уложить первый слой асфальта на ведущие к микрорайону дороги. Глава региона подчеркнул, что ход строительных работ и соблюдение графиков будет на контроле краевого правительства, общественных наблюдателей и прокуратуры. Подрядчик сейчас составит график производства работ, будут общественные наблюдатели, будет контроль с нашей стороны, чтобы он выполнял все в срок и подключение, асфальтирование. Но управление Жирского острова должно, исходя из этого графика, предоставлять людям ключи и документы на это жилье. Со своей стороны мы тоже сказали, что не надо тут устраивать междусобойщик, который у них был, значит, по выяснению, там будут деньги, хватит, не хватит. Но если не хватит, мы, конечно, проверим сметы. Мы же всегда поможем. Мы заплатили порядка туда, только миллиард 600 дали, в целом на более трех миллиардов. Конечно, мы поможем в этом вопросе, людей не оставим. В Дальнереченске продолжаются восстановительные работы после наводнения. Здесь не только чистят дороги, улицы и дворы. Городская администрация организовала вывоз из пострадавших домов крупногабаритного мусора и испорченной мебели. Уже более 250 жителей различных районов смогли очистить свои придомовые участки. Мусора огромное количество. Самосвал уже сделал 28 рейсов, но работа продолжается. Сегодня убирают по улицам Красной, Новой и Западной. В Уссурийске сдали в эксплуатацию новый жилой дом. Всего в нем 25 квартир, а новоселами стали семьи военнослужащих, рассказывает Диана Романенко. День для нашего центра является знаковым событием. Сегодня мы вручаем ключи от новых квартир. В Уссурийске 25 семей военнослужащих получили ключи от служебного жилья. Этот дом на 33 квартиры строился два года. 2000 квадратных метров введены в эксплуатацию. На церемонии вручения ключей присутствуют еще не все новоселы. Шестеро военнослужащих находятся на выполнении боевой задачи. Желаю вам здоровья, любви и благополучия новой квартиры. Поздравляю. Все квартиры, 8 трехкомнатных и 25 двухкомнатных полностью готовы принять своих хозяев. В каждом помещении сделан косметический ремонт. Уложен ламинат, везде натяжные потолки, плитка, новые двери и, конечно, семейный очаг, плита и вся необходимая сантехника. Раковина, ванна, водонагреватель. При строительстве подумали обо всем и даже учли погодные условия. Очень дождей много летом. Соответственно, подтапливается жилье бывает. Вот, чтобы избежать, здесь в доме сделана дренажная система, которая позволяет остаться сухим. Даже в период сильных дождей в этом году, в августе, подвал был полностью сухой. Самые большие квартиры – многодетным. Алексей и Тамара Круш отдельную квартиру ждали долгие годы. По старой армейской традиции ютились в общежитии. Сейчас неудобства позади. Мы жили вот в общежитии. В одной комнатке. Ждали сколько. Мы здесь живем 6 лет. И у детей свои комнаты будут, наконец-то. Они тоже очень рады. Самое главное – балкон. Очень красивый. Тоже очень хотели балкон. С балкона новоселов видна новая детская площадка. Скоро на ней будет шумно. Большинство жителей этого дома – семьи с детьми. Служебным жильем должны быть обеспечены все российские военнослужащие, проходящие службу по контракту в вооруженных силах. И эта программа в Приморском крае успешно реализуется. Телемикс для ОТВ. С любовью из Кубы гуру латиноамериканского танца дал мастер-класс во Владивостоке. На доске по волнам в Приморье прошли соревнования по вейксерфингу. Телемикс для ОТВ. В Пушкинском театре сегодня многолюдно. Вместо планируемых 25 человек на занятия пришли как минимум 35. Приморские танцоры получили уникальную возможность благодаря Международному Тихоокеанскому театральному фестивалю. Мастер-класс от выдающегося танцовщика, одного из главных специалистов по технике кубинского современного танца Йорли Сабрунета. То, чем мы сегодня займемся, это именно то, что отрабатываем мы танцоры на своих ежедневных тренировках и репетициях. Это техника, связанная с танцем модерн и кубинским танцем. За его плечами тысячи таких классов. А вот во Владивостоке профессор национальной школы танца впервые. Занятие ведет на испанском. Рядом переводчик, но хореограф уверен, его главный язык, язык танца поймут в любой точке мира. Демонстрируют технику и кубинские артисты. Их яркая и даже экзотичная внешность и пластика приковывают взгляды. Впрочем, специфика танца основывается не только на этом. Акцент на дыхании. Правильный дыхательный процесс хореограф даже сравнивает с аккордеоном. Постепенно отдельные элементы превращаются в связки. А они становятся частью эффектного шоу кубинского спектакля «Кармина Бурана». В его основе одно из самых знаменитых симфонических произведений Карла Урфа. Этим спектаклем кубинцы откроют фестиваль уже 22 сентября на Приморской сцене Мариинского театра. Несмотря на языковой барьер, был переводчик, но даже без переводчика было понятно. Очень сильная энергетика, очень-очень понравилась. Я поняла, что это взята композиция, то, что будет показываться на фестивале. И это интересно, мне понравилось. На самом деле я в институте учила испанский. И счет я точно понимала, аора я точно понимала, бьет я точно понимала. Такая высокая энергия и невероятная, 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 позитивная, остаточная энергия. Этот урок – часть большой образовательной программы, ее планировали в течение года. А вот мастер-класс под ритм «Ча-Ча-Ча» – это чистая импровизация для души по просьбам учеников. Ирина Бачанцева, Олег Бумиструк, Панорама. А в ближайшую пятницу Приморье ожидает еще одно яркое событие из культурной жизни. В дальневосточной столице пройдет фестиваль «Владивостокская крепость». Ольга Сомкина раскроет часть программы предстоящего фестиваля. Родившиеся в этот момент ваши переживания навсегда вас с этой крепостью соединят. И ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Это обещание директора музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева полностью поддерживает участники, которые готовят фестиваль «Владивостокская крепость» уже в пятницу состоится это грандиозное действие. Очень приятно, что этот проект делался по-настоящему. То есть не в сторону упрощения. То есть нужна вот такая сцена – будет такая сцена. Нужен оркестр новой оперы – будет оркестр новой оперы. Нужен лучший в стране детский джаз-хор – эмблема Свердловской области. Они этим хором везде открывают все выставки. Это единственный коллектив в нашей стране, который за последние 15 лет получил 18 разных гран-при на всех конкурсах. От Мексики до Индии. Все для того, чтобы в крепости на площадке 13-го порохового погреба прозвучало произведение, которое уже вошло в список гениальных творений современности – Сюита Адеэмус. Это будет не просто исполнение знаменитой Сюиты Карла Дженкинса, чья музыка была использована для фильма «Аватар». Это будет настоящий спектакль. Для него построят необычную сцену. Специально для представления в Свято-Даниловом монастыре отлили 9 колоколов. Кстати, звучать они будут не только в этот вечер. В эти дни во Владивостоке проведут цикл лекций и мастер-классов по колокольному звону. Фестиваль обещает подарить самые сильные впечатления. Они навсегда соединят крепость и зрителей, которые увидят это действие. В Уссурийске открылись главные соревнования сезона по конному спорту. Участники турнира в случае успешного выступления получали новые спортивные разряды. Анастасия Жадан четвертый год практикует конкурс. Преодолевать препятствия на своем скакуне задача не из легких. На чемпионате и первенстве Приморского края Анастасия пробовала свои силы на маршруте с высотой барьеров в 70 сантиметров. Девушка поняла, что спокойно преодолевает одиночные препятствия. Для меня они более легче прыгаются. И плюс я смотрю, расчет уже изначально я вижу. На брусья, так как они более широтные, немного сложнее. Это главные старты сезона для приморских спортсменов. У всадников есть возможность выполнить минимумы и на спортивные разряды. Каждый маршрут квалификационный. Над траекторией движения работал специальный курс-дизайнер. Он отвечает за расстановку барьеров на манеже. Все российские требования к маршрутам, где на каждой высоте прописано, сколько должно стоять препятствий, какой высоты, какой ширины, ну и какое количество. Этим самым, значит, у нас спортсмены выполняют нормативы. Начинающие всадники могли получить юношеские разряды, а опытные – первый спортивный. Максимальная высота барьеров для этого – 130 сантиметров. Только в первый соревновательный день на манеже выступили 54 спортивные пары. А участники конкура на 90 разыграли дополнительный приз – Кубок ректора Приморского агротехнологического университета. Здесь победу одержала владивостокская спортсменка Мария Хозяйкина на вираже. Те, кто, ребята, которые сегодня руководят конно-спортивной этой секцией, Павел Авчаренко, мы с ним познакомились давно, и совершенно как бы случайно. Когда организовывался конезавод здесь у нас в Уссурийске, нам, лесникам, предложили его озеленить. Вот с тех пор, это уже, наверное, лет 25 прошло, вот с тех пор мы им дружим. Павел Авчаренко – один из ститулованных спортсменов Приморья. Парень выступает за уссурийский конный клуб «Грация». В самом высоком конкуре на 130 сантиметров Павел стал лучшим. Но цель парня – выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Для этого без ошибок надо пройти маршрут с высотой препятствий в 140 сантиметров. У нас в Приморье не проходит данного уровня соревнования, но все планируется в будущем. В следующий раз любители конной езды встретятся во Владивостоке. В следующие выходные в краевой столице пройдет чемпионат Приморского края по Джигитовке. Наталья Зайцева, Светлана Садовая, Панорама. Чемпионат Приморского края по серфингу прошел во Владивостоке. В этот раз соревновались в дисциплинах вейк-серфинг и вейк-ским. Кто стал лучшим в искусстве покорения волны, расскажет Анастасия Сокольникова. Покорить волну может не каждый. Но эти экстремалы уверенно встают на доски и плывут вслед по путному ветру. Среди самых юных участников соревнований по вейк-серфингу Андрей Соловьев и Евгений Выборнов. Им всего по 9 лет. Они уже хорошо знают, как встать на доску и даже умеют делать трюки. Мне понравилось. Это мои третьи соревнования по вейк-серфингу. Это больше не соревнования, а просто проезд. Это самый лучший катер, за которым я на соревнованиях катался. Почему он лучший? Ну, потому что у некоторых ступенька на волне была, чоп большой, волна слишком маленькая. Маленькие спортсмены участвуют в соревнованиях отдельно от взрослых. А вот среди опытных серфингистов идет настоящая борьба за первое место. И кто будет лучшим, решают судьи. Для них это тоже волнительно. Лидия судит соревнования по вейк-серфингу впервые. Есть какой-то набор определенных трюков, которые ребята предоставляют, показывают нам. И уже исходя из этого, бальной системы у нас есть. И исходя из количества трюков, из их сложности, из их интенсивности, вариативности, мы выставляем определенный балл. На дистанции 450 метров лучший результат показал Андрей Соловьев. Он продемонстрировал лучшую технику владения доской. Нужно пробовать, нужно себя заставить начать, как говорится. То есть именно попробовать. А дальше уже расслабиться и ловить волну. Всего четыре категории. И в каждой есть свои победители. Всех наградили памятными медалями и подарками. Анастасия Сокольникова, Руслан Мартынычев. Панорама. Сентябрьское море радует не только спортсменов, но и обычных людей. Лето было не из легких, и теперь многие хотят наверстать упущенное. А вы еще купаетесь в море. Как у вас купальный сезон? Когда открываете, когда закрываете? Не могу сказать точно, зависит от погоды. Я с Уссурийска вообще-то приехала сама тут ножки помочить. Сегодня, видите, жара какая. Поэтому сегодня вот купаются люди, а я так просто на пробу. Мы приезжие, отдыхаем здесь. Вы уже купались в Приморье? Ну, до этого, да. В том году приезжали здесь же, купались. Какие даты, например? Ну, мы в конце июля купались здесь, тепло было, хорошо. А в этом году купаетесь? Нет. Да, мне холодно как-то, не хочу. Мы купались всего три раза. Силы. Мы один раз. Потом не успели, дожди пошли, и все. Больше не будете в этом году? Потом заболели, и все, и в этом году не знаю. Вообще начинаем с зимы, прям, знаете, вот когда вот в это самое, в Венере или когда там, то есть, ну и все, и купаемся все время. А закрываете когда? Закрываем когда, ну вот лед, ну, когда уже это, и тогда только закрываем. Так обычно все, и окунаемся. Ну, не плечемся прям так, прям это самое, а так купаемся вообще постоянно. То есть вода теплая у нас, течение пришло теплое сюда к нам, и вот пока, ну, сейчас до самой зимы у нас теплое течение, с удовольствием купаемся. Пока это все новости, напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. QR-код прямого вещания в телеграм-канале на ваших экранах. Панорама следит за развитием событий. До встречи в эфире. Пропустили выпуск новостей? Подпишитесь на страницы ОТВ в социальных сетях. Смотрите, читайте, комментируйте. Общественное телевидение Приморья в каждом мобильном телефоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова